Всем добрый вечер! Начинаем кейс-брейк по кейсу PANINI DOMINION 1314 в кейсе 8 блоков, вот коробочка, запечатана. Сегодня помимо меня на брейке присутствует известный коллекционер Рамиль Рэмпан, он проследит за частотой и качеством проведения брейка. Вот, собственно, Рамиль всем передает привет. Ну, пожалуй, начнем. Первая коробочка. В коробке один пакетик, в пакетике шесть карточек, две базовые, четыре меморабилия. Вот сразу же первая карта для Рамира, который выбрал Сент-Луис, это базовая карта Алекса Петранжело. Тираж карты 299 экземпляров. Следующая карта это отличный, отличная двухцветная джерси, Никлас Лидстрим, Detroit Red Wings 25, тираж этой карты. Неплохое начало, особенно для коллекционера выборшего Детройт. А дальше еще и продолжение, теперь уже новичок Детройта Дэнни Де Кейзер. автограф, двухцветный патч, тираж этой карты 890 экземпляров. Детройт начал очень мощно, я думаю, можно ему уже и закончить. Пожалуйста. Следующая карта это двусторонний автограф на фабричном куске материи с эмблемой клуба. Тираж этой карты 99 экземпляров. С одной стороны у нас Джонатан Юбердо, Флорида, очень нехилый, я бы сказал, новичок. А с другой Наилии Купов, Эдмонтон Оилерс. Back to back beginning называется. Это подсерия. Я думаю, что это одна из самых горячих карт этого блока. Наряду с Лидстримом из 25. Начало очень неплохое. Сейчас мы разыграем эту карту между Флоридой и Эдмонтон Оилерс. Разыграем посредством сбрасывания игральных костей. Не будем мы прибегать к услугам сайта Random.org. Сделаем все в прямом эфире. У нас два кубика. Первая. Эдмонтон Оилерс. Шесть выпало. Эдмонтон Оилерс. Следующий. Рамиль перевернет. Это будет Флорида. Следует стряхиваем. И видим тоже шесть. Да, видимо будет овертайм. Надо было воспользоваться сайтом Random Orkner. Оказывается, что может затянуться. Эта серия снова Эдмонтон. Оилерс. И снова семь. Мы будем надеяться, что сейчас все разрешится. Оилерс семь. Флорида Пантерс. Девять. Поздравляем коллекционера, выбравшего Флориду. Карточка достается именно ему. Ну и продолжаем. Далее базовая карта. Новичка. Две седенадцать девять экземпляров ее тираж. Это Андерс Ли. Андерс Ли. Нью-Йорк Алендерс. Последняя карта первого блока. Далла Старс. Алекс Чьясон. Много вариантов произношения его фамилии. Насколько я помню, даже в Америке. Шикарный четырехцветный патч. Тираж пятьдесят. Автограф. Сильный новичок, перспективный. Ну а произношение его фамилии, я думаю, в теме глоссарий. Можно будет поднять в ближайшее время. Итак, с первым блоком мы закончили. Следующая коробочка. Первый блок получился, на мой взгляд, очень удачный. Рамиль поддержит меня в этом. Да, абсолютно. Отличные новички. Хороший лидстрим. Второй пакетик. И снова Детройт. На этот раз базовая карта. 229 экземпляров, я думаю, все узнали. Это Павел Дацук. Детройт просто в огне сегодня. Далее. Ниджерси Дэвилс. Это автограф... Автограф Гарри... Харри Песанин. Да, учитывая, что он швед. Скорее Харри. Или Финн. Рамиль. Песанин. Скорее Финн. Скорее Финн. Харри Песанин. Отличный. Финн. Из Нью-Джерси. Ух ты. Классный патч. Серии Мамут. Йонас Бродин. Двухцветный патч. Тираж 25 экземпляров. Миннесота Уайлд. Не самая дорогая команда. Прекрасный кусок. Я думаю, что коллекционер, выбравший Миннесоту, сейчас уже очень доволен. Базовая параллельная карта. 50 экземпляров. Это у нас Мэтт Дюшен. Колорадо. Ну и первый Редемшн. Смотрим это Остин Уотсон. Руки патч автограф. Откровенно говоря, не помню за какую команду выступает этот достойный человек. Ну а сейчас мы проверим по сайту. По Нине. 169 номер. Остин Уотсон. Нэшвилл Предаторс. Поздравляем. Эта карта уходит в Нэшвилл. И последняя карта. 99 экземпляров. Оттава Сенаторс. Кори Конахер. Автограф. Трехцветный патч. Красивые карты нам попадаются. Можно только позавидовать участникам, которым они достанутся. Итак, вторая коробочка тоже закончилась. Неплохой тоже. Тоже неплохой набор. По нашему с Рамирем мнение. Надеюсь, участники тоже согласны с этим. Третий не хочет открываться. Видимо, там совсем убойные хиты. И можно будет закончить после него открытия. И открываться пакетик не хочет. Там точно что-то сверху убойное находится. Традиционно начинаем с Детройта. И снова с Паши Дацука. Снова 299. Ну вот она, фасовка сериала. Уже не кажется такой уж страшной. Оказывается, и Панини тоже грешит повторами. Так, Павел Дацук. Базовая карта. Далее автограф. Private Signing. Это у нас. Тираж 199. Игрок Далласа Джейми Олексяк. Тоже можно, я думаю, поспорить будет в глоссарии. Если у кого будет желание по поводу произношения его фамилии. Которая уходит корнями явно на постсоветское пространство. И так, снова шикарный патч Мамут везет нам сегодня. Это Йонас Бродин. Миннесота. Если не ошибаюсь, уже был патч. И возможно даже его же. Да, совершенно верно. Коллекционер Салф. Коллекционеру Салф повезло. Посмотрите. Честно говоря, ни разу не видел в брейках, чтобы попалось два патча. Тиражом 25 экземпляров одного и того же игрока. Из одного кейса. Остается только позавидовать коллекционеру, выбравшего Миннесоту. И для себя, и для друзей. У него полный комплект. Далее параллельная базовая карточка. 50 экземпляров. Тираж. Это Эндрю Лед. Винни Пек Джетс. А вот и Нью-Йорк Рейнджерс. Павел наконец-то дождался своего хита. Джей Ти Миллер. Трехцветный патч. Автограф. Нью-Йорк Рейнджерс. Тираж этой карты. 299 экземпляров. Я думаю, Павел рассчитывает на нечто большее. Поэтому продолжим. Исключительно ради этого. Оттава Сенаторс. 99 экземпляров. Одноцветное Джерси. С автографом. Новичок Кори Конахер. И он у нас тоже был. Такое ощущение, что у нас совершенно одинаково идут карточки. Да. Но предыдущая была, мне кажется, более красивая. Итак, третий блок у нас закончился. Подходим к экватору нашего брейка. Четвертый блок. В Панине не придумали никаких удобств для открытия коробок. Неоднократно видел, как и американские устроители брейков мучаются с открыванием. Как говорится, не за что зацепиться. Четвертый блок. На этот раз начинается он не с Дацука, не с Детройта. А с Оттавы. Это Мико Зибани Джат. 299 экземпляров. Базовая карточка. Даллас. Даллас. И это Валерий Нечушкин. Тираж 99 экземпляров. Патч с логотипом Далласа. Автограф. Шикарная карта. В районе 300 долларов, если не ошибаюсь. На eBay просят за карты из этой подсерии. Кусок более чем достойный. Я думаю, что Даллас оправдал себя на 200%. Поздравляю. Валерий Нечушкин. А вот параллельная карта. Натана Беллио. Монреаль Канадиенс. Надеюсь, никого не оскорбил своим произношением. Неоднократно слышал и в брейках американских устроителей. Проблемы с произношением его фамилии. Монреаль Канадиенс. Тираж карты 99. Сан-Хосе Шаркс. Мэтт Ирвин. Одноцветный кусок джерси. Тираж 50 экземпляров. И следующая карта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Евгений Малкин. Четверной. Комплит свитер. Это просто обалдеть. 25 тираж этой карты. Здесь и патч, я думаю, и номер, и файтстрэп, и все, что нужно настоящему коллекционеру. Питтсбург, я думаю, сейчас ликует. Вместе с коллекционером, кто у нас заимел Питтсбург? Евгений Малкин. Шикарная карта. Поздравляю. Бациллов. Бациллов. Наши поздравления. С тебя, как говорится. Но об этом потом. Итак, завершаем. Четвертый блок. Нэшвилл Предаторс. Это Ши Вебер. Не узнать его невозможно. Хотя надпись очень плохо видно, все отсвечивает. Но такое лицо не забудешь никогда. 299, тираж этой карты. Так, половина блоков скрыта. По-моему, суперудачная. Фасовка. Идем удачно. У нас еще половина блоков не открыта. Эту ситуацию мы сейчас исправим. Пятый блок. Пятый блок. И в нем, как ни странно, тоже пакетик. Пакетики традиционно карточки. И первая из них это базовая карта Каролины Харикейнс. 299 экземпляров. Это Эрик Стал. Один из многочисленных Сталов. Капитан Каролины. Следующая карта. Это уже Радость для Рамиля. Это уже Сент-Луис Блюз. Трехцветный патч. Автограф. Тираж 99. Это Кевин Шаттенкирк. Защитник, если не ошибаюсь, Сент-Луиса. Крайне результативный. Первый родной патч моей коллекции Сент-Луисовский. Да, да, да. И чем ценно, то, что это первый патч в коллекции Рамиля, именно Сент-Луиса. Этот игрок перешел из какой команды? Из Колорадо. Из Колорадо. И до этого все патчи были колорадские, несмотря на форму игрока. Далее Ванкувер. 299 экземпляров. Двухцветный патч. Это Джордан Шрёдер. Джордан Шрёдер. Ванкувер. Ну вот и Ванкувер у перепала. Будем надеяться, что никто не останется без карты. Далее Редемпшн. Патрис Бержерон. Frozen Moments. Это книжица, если не ошибаюсь. Тираж ее, скорее всего, 50 экземпляров. Патрис Бержерон. Я думаю, что это Бостон. Вряд ли. Произошла сенсация. И он вдруг представляет другую команду. Коллекционер Грин. Коллекционер Грин может быть доволен. Книжица Патриса Бержерона. Придет к нему, я думаю, что где-то через полгода. К сожалению. Но он может уже начинать праздновать. Итак, Кори Конахер. Уже третья карта, если не ошибаюсь, в этом брейке. Тираж 99. Это параллельная версия. Оттава Сенаторс. И последняя карточка. Также базовая. Сан-Хосе. Марло, если не ошибаюсь. Да, это Патрик Марло. 299 экземпляров. Ну, в общем-то, книжица Бержерона. Вполне себе. Итак, шестая коробка. Тоже что-то ценное наверняка в пакете. Не хотел он сразу поддаваться нам. Но пришлось, как говорится. Начнем с Оттавы. Это Эрик Карлсон. Полузащитник, я бы сказал, полунападающий Оттавы. Один из лучших атакующих защитников лиги. Эрик Карлсон. Оттава Сенаторс. Базовая карточка. 299 экземпляров. Ну, а это снова для Павла. Это Марк Мессиэ. Параллельная джерси легендарного игрока. 99 экземпляров ее тираж. Нью-Йорк Рейнджерс. Следующая карта. Это снова Даллас. Красивый кусок Антуан Руссель. Тоже четырехцветный кусок. Автограф. Очень красиво размещенный на карте. Прямо как будто для него эту карту и делали. 299 экземпляров тираж. Даллас Старс. Следующая карта. И снова это Даллас. Двойной автограф. Пен Палс. Здесь на этой карте у нас Антуан Руссель и Алекс Чассон. Которых мы уже видели. По Далласу, мне кажется, тоже все вопросы уже сняты. Нечушкин. Прямо еще дополнение к Нечушке. Да, да. Дополнение к Нечушке. Но все лучшие молодые игроки Далласа представлены. Шикарная совершенно подборка. Но далее Чикаго. И это базовая карта. Параллельная версия. Золотая. 50 экземпляров. Это у нас Брэндон Саад. Из Чикаго Блэк Хоукс. Последняя карта в этом блоке. Отлично. Питтсбург тоже, я думаю, может быть доволен. И этим тоже. В дополнение к Малкину у нас идет Брэндон Морроу. Который сейчас играет в Сент-Луисе. Который играет уже в Сент-Луисе. Но в данной коллекции он представляет Питтсбург Пингвинс, что подтверждено и на обратной стороне карты. Мои поздравления. 99 тираж этой карты. Питтсбург себя оправдал. Осталось два блока до завершения нашего брейка. Зазвонил телефон неожиданно. Надеюсь, это не разъяренные коллекционеры, которые еще не выпали в команды. Советую подождать им еще немного. Возможно, все еще случится. Итак, первая карта, базовая. Это Феникс Койотс и Микел Боткер. 89 номер Феникса. 299 экземпляров. Ну а дальше снова Сент-Луис. Ой-ой-ой. Дмитрий Яшкин. Дмитрий Яшкин. Четырехцветный патч. Шикарнейший совершенно. 50 экземпляров. Тираж. Второй номер из 50. Перлис Патч. Ну, сегодня с Рамиле причитается. В какой магазин? Да, это 100%. Дмитрий Яшкин. Сент-Луис. Классная карта. Ну и Детройт. Детройт. И это Брайан Лашов. Хороший кусок эмблемы. Попал в эту карту. 299 ее тираж. Патч автограф. Детройт. Ред Уинкс. Следующая карта. Брэндон Галлакер. Монреаль Мамут. И снова из 25. Простые карты нам ощущения сегодня вообще не попадаются в этой подсерии. Брэндон Галлакер. Отличный новичок. Монреале. Перспективный игрок. Думаю, что Арт Лево, если не ошибаюсь, останется доволен такой картой. Да. наше поздравление Олегу с классной картой. И еще один Мамут в довершении. И опять Олег. Чуть попроще, да. Но снова Олегу. Джонатан Квик. Лос-Анджелес. Кингс. На этот раз из 50. Одноцветный кусок. Но от этого карты не становится менее прекрасной. Лос-Анджелес. По-моему, первая карта Лос-Анджелеса в нашем брейке. Последняя карта этой коробочки это Мэтт Молсон. Если я не ошибаюсь. Здесь 99 экземпляров. Да. Базовая карта. Что-то к ней прилипло. Уже нет. Все. Закончился седьмой блок. Тоже весьма успешный. И восьмая коробочка. Все, кто еще ничего не вытащил. Сейчас затаили дыхание. Постараемся порадовать. Последний пакетик. Последний пакетик. И начинается он с голкипера Торонто Мэйпл Ливз. Джеймс Реймер. Вратарь Торонто. 299. Базовая карта. Далее. Каролина Харрикейнс. Это автограф Криса Терри. 299 экземпляров. Автограф Каролина Харрикейнс. И дальше снова Сент-Луис. Но сегодня снова Яшкин. Рамиль сегодня просто жгет. 299 экземпляров. Двухцветные джерси, патч. Кому как угодно. Руки к тому же. Сент-Луис. Поздравляю. Далее. Сан-Хосе. Ох, ох, ох. Вот это просто шик. Да, это просто шик. Это Тейп-ту-тейп. Автограф на Тейпе. То есть на изоленте с клюшкой, если не ошибаюсь. Тираж 5 из 9. Классная карта. Сан-Хосе. Джо Павелски. 5 из 9. Поздравление. В последнем блоке оказалась одна из самых хитовых карт. Сан-Хосе. Повезло. Анахайм. Четверная карта. Анахайм у нас не было, по-моему. Так что неожиданная радость. Тираж карты 50 экземпляров. Все куски одноцветные. На карте представлены Виктор Фаст, Игорь Бабков, Рикард Райкел и Эмерсон Этам. Или Итам. Анахайм. Майти Дакс. И последняя карта. Это базовая карта Ванкувера. Один из Сидинов. В данном случае Хенрик Сидин. 299 экземпляров. Ванкувер. Кенекс. На этом все. Всем спасибо за участие. Спасибо, что поддержали брейк по интересной красивой коллекции. Надеюсь, что большинство коллекционеров не разочаровалось. Остальных поздравляем просто с участием. Повезет в следующий раз. Всем спасибо. Всего доброго.